Остопороз — это не проблема старости, к сожалению. Сейчас он значительно помолодел, и действительно, чаще всего болеют женщины после 40-45-50. То есть это уже та группа женщин, которые должны регулярно обследоваться и понимать, что у них происходит с костной тканью. И, конечно, постменопаузальный остопороз, его сейчас больше, нежели в молодом возрасте, но также болеют люди молодого возраста, подростки. На сегодняшний день существует масса упражнений и комплексов физической терапии, которые разрабатываются для таких пациентов. И действительно, для того, чтобы осуществлять профилактику лечения, восстановительную терапию, комплексно, если мы говорим о комплексном лечении, то это обязательно основным компонентом должна быть физическая терапия. Это индивидуально разработанный комплекс, программа физических упражнений наряду с медикаментозным лечением, если это необходимо. Это препараты кальция, витамина D. Что касается упражнений, они должны происходить регулярно. Не нужно думать, что полчаса в неделю или час в неделю, этого достаточно, этого недостаточно. По последним рекомендациям ВОЗ, люди от 18 до 64 лет, они должны заниматься 60 минут минимум в день. Существуют определенные виды физической активности, которые будут работать на профилактику остеопороза и улучшать состояние костной ткани. На сегодня известны такие виды, как скандинавская ходьба. Действительно, есть масса исследований, которые говорят о том, что регулярное хождение с палочками, только терапевтический эффект начинается от 40 минут продолжительной ходьбы, постоянной, регулярно. И у таких пациентов уже через 3 месяца делалась денситометрия и наблюдали хороший прирост костной ткани в шейке бедренной кости, в поясничном отделе позвоночника. Поэтому это все работает. На самом деле все намного проще, только нужно обследоваться, пойти к специалисту, он подберет более подходящие упражнения для вас, потому что у остеопороза тоже рознь. Бывает у остеопороз в начальной стадии, у остеопения, у остеопенический синдром. Об этом у остеопороз со сложнениями. И, конечно же, нужно учитывать возможности пациента, сопутствующие заболевания, возраст, его родительности. Поэтому за последние 10 лет ученые заметили, и все об этом пишут и говорят, что средняя продолжительность жизни увеличилась. Но это никак не связано с качеством жизни. Это действительно важно, потому что нет смысла проживать долгую жизнь, лежа или сидя в кресле, в постели. Все-таки действительно нужно задуматься о каждодневных регулярных занятиях, потому что это вклад, долгосрочный вклад в вашу жизнь, в вашу активность и в вашу независимость. Очень часто пациенты живут долго, но они прикованы к постели, или они сидят и передвигаются только по квартире, по своему дому, по комнате, и зависимо от социальных работников, от детей, от кого-то еще. То есть специалисты напишут вам рекомендации, то, что вы должны делать, то, что вы должны пить, какие препараты, сколько времени, какая дозировка. Это все будет рассчитываться, исходя из показателей вашей костной ткани и, возможно, каких-то дополнительных анализов, которые уже специалист посмотрит на месте. Конечно же, мы должны всем пациентам пишем в рекомендациях, что контроль массы тела, контроль осанки в течение дня не работает так, что вы позанимались, а потом сели в удобную позу, как вам удобно, в телефоне, в компьютере, боком, косо-криво. То есть нужно следить за своей осанкой, мышцы привыкают, и потом уже ровно даже сидеть. Многие жалуются, что я сажусь ровно, а мне неудобно. Конечно, мы привыкаем жить, как нам удобно, а как надо мы не привыкли над этим работать. На самом деле все очень просто, но только нужно понимать, что это вклад в мое будущее, мое качество жизни в пенсионном возрасте и в дальнейшем. То есть я буду не только проживать свою жизнь в пределах своей комнаты или квартиры, я буду вести активный образ жизни, как европейские люди. Они в любом возрасте активны, гуляют, путешествуют. И мы тоже должны, наверное, немножко подсматривать этот образ жизни и выбрасывать какие-то стереотипные шаблоны, что я в возрасте, мне нужно сидеть, мне нужно больше отдыхать, или я не должен себя чем-то напрягать. Поэтому мой основной месседж — задумайтесь о своём качестве жизни уже в молодом возрасте или среднем, делайте вклады в будущее. Именно сейчас нужно задуматься о том, какая будет ваша старость, какое качество будет в вашей жизни, насколько она будет разнообразна и независима. И действительно начинайте делать вклад, который будет долгосрочный и будет работать в пожилом возрасте на вас. Ваше здоровье в ваших руках.